доброго времени суток дорогие друзья с вами студия starlader тиви у микрофона тексас и у нас второй матч сегодняшнего дня это анима стронг и жизненно они же жи за в общем первую катку у нас строки выиграли в принципе и жи за так что обеих коллектива сейчас 11 коллектив который выиграть еще катку с большой вероятность проходит уже в стадию плей оффом которая будет играться завтра но проигравший сосиска 11 должен будет выигрывать третью карту чтобы пройти дальше ну и как то так как то так хотя еще все таки зависит от того как сыграют сэфы против оппонентов ну и каких монет сыграют и у них по одному поражение но не все еще потерян но у нас матч этот и давайте краски к нему и перейдем у нас он дурит адр спектра свин инвокер чем базу эфири он отлетели в бан дэс профит эрспирит и дарсир для анима снова дарсир снова эрспирит посмотрим отыграет ли лучше в начальной стадии и в мид стадии нас эрспирит потому что просто катки он начал так сказать решать уже при покупке необходимого айтема ну в принципе это видели жизнь зевс оракул спектра спектра венга и спирит брейкер в принципе пик неплохой два тоже персонажа это венга и спирит брейкер оракул зевс хороший бирс дэмэдж можно будет неплохо так подобивать нужен керри по керри именно под комбинацию особо никого так и не пикнешь особо куда комбина нету у жизы а вот у анима комбина уже очень жесткая у нас теперь вместо дозла вещь доктор снова каски в толпу то вещей дозварт если это дозваться гонима то совсем будет папа боль эрспирит посмотрим будет спать комбинацию под стенку стяжку написать хотя бы под вакуум потому что именно комбинатор спирита под вакуум я не видел бину от него была другая но и по моему кстати поменялся игрок у нас у анима потому что в прошлый катки играл другой красиво тоже слоте на 4 на четвертом теперь у нас вернулся тераба out продание лоби попасться по-другому но не суть получается просто как у нас была замена на воле был подписан как анима стронг и никнейм его был написан а какой их нам был а давайте посмотрю какой составу команды они тераба вот такой никнейм и написано сайте и кстати давайте посмотрим что у нас уже за имеется команда этой за матриким что у них по победам поражениям 16 побед два поражения неплохо но все-таки по ммр у они проседают сильно от а стронг именно а вэш ммр средний там разница большая у нас медуза месяца и мтилов баны в общем разница между сэв и стронгами в прошлой катке была невелика порядка может 8 сотен а вот здесь разница примерно сотни полторы а то и две ммр а это большая цифра ну и великая вероятность того что стронги просто развалят своих моментов чисто из-за того что у них игроки по скиллов и мр повыше ну посмотрим как раз таки вот это каткой будет резательством ммр показатель или нет я за то что вам показатель посмотрим как у нас в этой игре случится ну конечно это по одной игре следить тоже не стоит даже если с жизнь а у нас не за этот пик потому что был забанен на им пикнут в рискинг в принципе все довольно таки прозрачно ну файта особо крутого не имеется уже зато имеется толстый герой и в принципе неплохой бирс дэмэш зевс и оракул при фэм флеймс верхняя нижняя до принципу нэнс там дэмэджа неплохо 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 посмотрим получится ли поразваливать у стронг а в то время крутой тимфайт им остался керри герыча если взять под это тимфайт будет принципе неплохо ноги рыча в рискинг неплохо так пинает и люкан это из пик почему бы нет люкан неплохо выбор правда против него спирит брейкер неплохо так заходит то что можно за ним гоняться ну прислалом такое гоняться за люканом шифте ну круто но может не за решать проблема в том что миличник возможно но не особо такая большая проблема наверно больше даже минус в том что это не свинка в прошлой катке и от тяжку закину стачки получится да и спешим не побить нужно будет краски по-другому люкану как-то себя пойти реализовывать ну скорее всего под шрифтом подрубает некрачи и выгрызает какого-то суппорта хотя может быть просто в пуш пойдут у нас стронгие есть в принципе дэс профит дарсир фаст мека и люкан можно идти в пуш почему бы нет от спама там маловато только нижнее у зевса ну и запушить тоже может получиться посмотрим что получится у нас в этом файт в этой катке файт все-таки сильнее у анима у анима стронг ну что давайте посмотрим кто на ком у нас жиза прижиза кто на ком будет играть руинер на оракле поскакал у нас на рискинге 314 на венге сок и шка на спиридбери и лосс ммр на зевсем ну конечно эти два никнейма обнадеживают лосс ммр и руинер анима шкипер снова на ирспирите джино у нас на медовый дэс профит соус смарт будет фармить на люкантропе тиробаут на дарксире будет харде ну и радужный пряник будет играть у нас на вещдокторе ну и поменял никнейм был в прошлой игре у неё никнейм ну даже назвать ну немножко менее адекватный это так самым мягко как мог сказал что там пока смог вылазка можно будет совершенном выехали смоки пока не проживаются прям подвышка принципе хорошая позиция правда вчетвером у нас стронги возможны поймать просто не получится вард в это время поставил у нас дарксир вард довольно таки стандартный доводится он легко ну и вар ставится от жизы в принципе вар тоже стандартные дворца легко и центре а прям в спаун если там об сервер и об сервер если вам сэн 3 сэнтри нет он так что задавали сразу не получится мы что он выход возможно понимают так вот не передвигаются находится довольно кица его поймать возможно не получать осозма вроде туда пошел вадим сач пошел воним форту нэд летает нижняя от зевса хотел бы верхнюю хотя ладно в принципе зубы мажа хватает ну и соус смарт появится таверну фэбэш для венги и неплохо сыграно люканчик конечно подфидонил неприятно много телепорт и на линию скоростки с телепорта вернется чтобы ничего не потерять хотя потерял бы совсем чуть-чуть только крипы вышлем а он уже на линии ждет ну зато сможет облачить что есть хорошо ну и руны для зевса и для дэс профит конечно фб это неплохо фб для суппорта это еще как бы даже лучше чем для керри в какой-то степени хотя боттл купить нас все побыстрее было бы поприятней но зато можно потратить деньжат на какой-то там great courier а потом на покупку себе быстрого сапога ну и начать тромить раз таки этого получится крайне полезным портунэнс по вещь доктору так просто его не убить прожимается мангетис восстанчиком ну и пряника разминает но мне кажется не убивай хотя там пару пушек закину туда мне не добьют 90 хпс их осталось а это в принципе много в принципе многом 1 5 хп если считать плохо по вич доктору ну и как я говорил дэма же не хватит может вами дом шкипер снова выехал неплохо катился попал нас полусом мэру пошел потому что сифончики это минус зевс неплохо мне плохо шкипер в этой игре начал гораздо лучше чем в прошлом верите как-то просто игре минуты до 20 от него чего-то крутого не было да и принципе у него крутое минут те когда мужик минуте когда появился у него аганим нападение на пряника пошло пошло за что форту нэнс ну и это минус пряник все-таки далековато вышел не стоит вот так вот в дабле выковать против триплы это плохо заканчивается но если ты поставили правда не понятно зачем в ардов здесь не стояла мы решили все таки проставить не знаю точно чем был смысл телепорта в месяц кастуется откидываться станчиком полусом мэру неплохо ай-яй-яй не попал ну что ж ты так нужно было получка венера хотя раздел телепорта так что неплохо не сместился у нас оракул вместе с венгой ну в принципе мог бы быть враг если бы под слову сначала после уже закинул станчик возможно что мы получили бы получше ну да ладно не страшно зато на два телепорта развел что есть очень хорошо мы немножко нам дали подфармить пул сделали правда ну такой себе это гриба немножко гриппы убивали лесным достались они в рискингу так что это в плюс для стронгов эти что она происходит хорде 13 на 2 против 6 на ноль ну понятное дело милищнику против дарсира стать крайне сложно дарсирует 4 скоро будет пятый а вот по 3 начал уже даже спирит брейкерами подойти не стоя на то что он довольно таки толстый товарищ но спирит брейкеру в принципе главное получить левел чтобы был у него шестое позначать ромить так что не страшно но на линии просто птица гор и будет продолжать фармить мы и добиваем подвышкой на ласки неплохо все отлично снова промазал ну да все таки первый фраг был неплохой отру спирита но как-то сейчас идет к этому мажет камнями возможно практике нет краски в исполнении комбинации но умеет исполнять с огоньем так что этого как видите достаточно для того чтобы даже камбэк зову ее как же тут классно учался у нас перед брейкер хотя мог бы это все немножко расконтролить шкипер ну только было бы мало мог бы сбить ему станом чарши но не убили бы как бы ничего не поменяло просто моны потратил и лично стоу в общем неважно все сделал правильно ну что соус марта шоу леса на линии с этим и сложно люкан может сменить и слаг потому что есть у него уже третий левел вторые волки ну и для фарма в лесах достаточно в разы меньше голды чем на линии бы получал спасибо линия нормальная а не такая 3 плавать у него стояла но зато в лесу теперь подфармливает что он очень даже хорошо для него зевс брать от себя руну инвизом а снизу баунтируется для джином что у нас там виду протистояния 7 кмр против пяти примерно видим по крипстату 22 на 7 против 10 на 0 здесь неплохо поубивал то что раз погиб но зато есть у него один ассист в начале игры в принципе как минимум фармит неплохо у нас люка но все-таки в лесу так что это меньше голды чем на линии ведь нас крипу в русском аккорта даже маловато ли под пошел как-то шанса горестья фортуна привязали нас dark сира неплохо шкипер принципе будешь ассу катываться это мустанчик но и взяты сам потратил хотя нужно упадочить побольше не получится он просто сюда часу катится откид с моим критом ну и до свидания хотя в чаш залетела наса спирит брейкера но далеко подушку ваться не стоит нажимать сразу еще и фаер на всякий случай но в любом случае живет наш кипер ну и все от сместился у нас фрескинг на нижнюю линию решил пофармить правда спирит брейкера не получился 6 и немножко не по таймингу получилось а евро скингу будет неприятно здесь стоять крайне неприятно все-таки тут dark сир который уже с третьим аэншелом и касса собственно здесь раскинг не ясно и но на линии фармил не особо хорошо нас на 4 можно было бы получше пофармить на линии 23 плена я вкатились а ну и как-то изи на довольно-таки простый простой фраг дать этим это саудив сакраски запутал суршину и неплохо он с новым ара как мы видим контрит сурш dark сира но дарсир уходит в итоге размер один в один но все-таки плюс для стронга потеряли они суппорт третьего левела а убили керри четвертого который в принципе фармил если денег не особо много но все же это керри фраг керри поважнее чем фраг на суппорте что по левелам снова у нас проседать шкипер как и в прошлой катке находится он на последнем месте по левелу там очень неприятно барат умчался но остановился кого-то качество убить он не сможет кидаться к нам что стоунами у нас шкипер такой хотел руду законтролить на принципе давайте посмотрим что по нет ворсам нас происходит по золоту минуту там понятное дело лучше всех джинам ну и по нет вот там 3 200 у нас удэс профит даже 3 300 2 600 даже почти 2 700 удар сиром 2000 имеется узи в сам ну и в лесу под фармил неплохо представление тоже под фармил теперь линии ему оставили будет он набирать себе больше и больше голды и местность у него 24 руках в то время как 1600 больше имеется у паскаля маловато как же налог об этом уходит дарксвир краски первым флэм зря закинул нас руине краски заказки и не здрасте вернулся скин как-то слишком халяву здесь фраг получил заказки были отличные пошла погоня на зам венгой на сюрже вич доктор выехал но убить не так просто хотя венгаз становился может с ее тут и и зажать и прожимает аэнш полетела каска фраг делать ну не слишком так уж и просто летает еще один фэлс промазь будет еще один подхилл фарту нэн скорости все это за дэс пуржил так сказать даже заплужил просто ну и у нас уже паскаля длине паскал у нас уже здесь раскинг сачек по торсиру ну и торсируется в таверну медуна просто тоже агрессия полусом мр пошла за же сифочек пошла же скрим вернее сварм и отправляет его в таверну мы что в итоге 44 на 7 минут тем но все-таки очень жестко лидирует у нас стронгим у них нет ворсы в разы и больше чем оппонентов но джинам очень сильно выиграл мид 4100 ворса против 2 400 это слишком большой перри фарм ну и 800 у нас у смарта есть у меня уже владмир можно скоро будет завар трашана но краски возможно появится понадобится медалькам посмотрим весь доктор этого левела сместился на топ нужно почти ему 6 принципе что там по валам еще происходит у нее каждый конкурс и пряник пряник поворот не туда а просто верну шепши прожимает у нас стал смарт получается сразу станчик в стороны у него спирит брейки вошел сразу по нему местам и верхний откидыв от дивса на нижний дивса и отправляться он в таверну неплохо сыграно там аж голова отворилась у него наш поломалась моделька смерти пошла нас агрессия также на жили не сбивает ультимейт у нас с в рейт скинг газ у нас рядом находится через перед брейк как из никнейма сложно не могу и сразу таких выиграть кинусатчиком у нас под артиру филос промазь неплохо залетает по веру спирит при этом заверную и пытается под раз пытаться найти у нас дарксир дарсир в принципе он видит получили убить не ясно падает вышка теперь кстати вышку пола можно и подраться отправиться верну у нас за арсидами нахер для себя джина ну и джина будет три полкилл для себя оформлять мегакилл три полкилл неплохо неплохо ну и как мы видим пока да у него все очень прилично 500 ассистов он не получает просто с соло со всеми справляется он как соло соло он просто фраги добирает в общем fight у нас плюс для стронга получили неплохо так голды но все равно люди астрона плюс еще вышку полом это еще лишняя сотня залетела ну и в принципе гпм как мы видим снова простая тушь кипера понятно делом там самый low level неплохо на фрагменте голды оракул докупить скоро это арканы под отворца понятное дело впереди находится у нас здесь профит и похоже эту кат краски она и затащит потому что скоро остановить и будет крайне сложно купился кстати линзу ну эзерлендс в принципе на ней отлично этом там свор летит на пол карты сифончик повесить да и дэм уже увеличить почему бы нет отличный отличный выбор ну и давайте посмотрим что у нас происходит помнят ворс покажите мне пошло смещение подождем давайте посмотрим что что-нибудь получится нет вряд ли получится слишком большой мысль из профита и и так просто не поймать ну и давайте посмотрим что у нас происходит по графикам 3000 голды за анима вниз пошла у нас агрессия станчиком откинуться вышку за динайли неплохо барсу должен мчиться какие-то со сайлансом сифончик кастуется у нас по ораклу стан залетает отор спирита такой себе станчик залетел получается за страйк у нас терабата ну и darksir пытается жить и заказками помнен гевингу просто верну нет у нее краски в инжи фулаура так что не будет висеть дебафф можно против чего года поймать неплохой сам залетает у нас пом спиритбрейкера но и вот так просто не убить но и что в итоге в итоге минус 1 минус вышка неплохо для стронгал мы в итоге графики были 3000 теперь стало 4000 даже четыре с половиной после обновления будет примерно ну и по xp 3000 за анима стронг неплохо неплохо медалька появляется в люка на как и говорил медалька здесь уже понадобится теперь соус может разбить рошана баром выехал за ним не стоит бежать до конца познаваться телепорт застань телепорт а чардж отменил познаваться застрял на лесах пришлось потратить один тангуз так давайте посмотрим что у нас происходит по шмоточкам арканы граждане стики у оракла в раскин уходит себе покупку blade mail о венган транквилы граждане стики спиртбрейкер у нас пт урна ну а зевс фарми себе линзу ну и что стронги шкипер у нас имеет арканы и стик неграждане в принципе есть еще орбов веном так что можете подсловить вьюл выходит death profit медалька свеженькая урюкана ультимейт для теста ну и это кейлинс при сбиваю стрик с дэс профит неплохо сыграно там 600 голды упала для зевса плюс на команду упала в общем сумме 1200 голды 1200 xp неплохо неплохо давайте все-таки досмотрим что поэтому чтобы это меня не отвлекал аммика уже появляется удар к сирам ну и поймали у нас шкипер поэтому завернул принципе ничего там интересного не было просто развалили его этим напором был он там явно меньшинстве из доктор бомжует кстати вот в очередной игре у нас пряник немножко вначале бомжует хотя 2002 тысячи не принципе неплохо все вышки зал осетел именно дал сито вышки было бомжеватенький вид а теперь стал более-менее чтобы создать как не откидываться у нас вап пошел он дарксиру дарсир в липс это звать неплохо начинает опихивать у нас по венге даже летает маловато мчиться у нас толпу перед реки далеко он замчался он пока не юзается в принципе показал к сансам за дочка пошла каждый далеко задувает у нас джин взрывает в итоге он там венгу пошло сифона у нас по спирит берут кидывается сансом по руины полетел дэмэджа достаточно разрывает его после файл спромайса умчался отсюда у нас подальше перед у защит от винил ай-яй-яй ну это конечно ошибочка не знаю зачем отменил свой чарс а пресс таверна в итоге это минус 3 в размен на дарксиром и что 11 11 счет равный но понятное дело файт это выиграет стронги ну и попутно они еще будут подпушивать линию на топе рискинг в это время фармит нафармил себя блэдмэйл посмотрим как он ему сейчас поможет в принципе блэдмэйл неплохой айтем против эр спирита против дэс профит айтем хорош потому что они не могут отменить внесение урона ну краски магнитазом и экзорцизмом не прервать сифон пошел сансом откинуть по венгене сладки со станом ну и изи враг это сам залетел но уже поздно выходят неплохо откинулся вверх откинулся учил тимм это это верно у нас джина неплохо час против пашки башки бру конечно же не уйти в баром не влетел просто сразу не за страйк от лица он в таверну довольно таки быстро я решил то не смотреть на плюн пожил по подольше чем я ожидал ну а пряник уходит у нас включенным моледикшеном живет схрани за себя голды вы потерял бы если немного но все равно для суппорта пару сотен голды это внушительная сумма есть у него тут голды на руках и есть у него point booster так что будет появляться пост агоним ну как фаса гоним будто на в общем рашить посмотрим сколько фастово появится стоит мека есть как-то не файз это мека яй куда ж ты по росту они туда залетает у нас под артирует он урну ловит он еще и станчик пресса конечно он таверну выжить не получится хотя если вакуум на хайграут закинет но увы не получилось аж кипер здесь от него со станчиком возможно хоть подраться хотя драться против 4 придется рядом находится еще и доспортки на самом неплохи пошел же сихочек посолка уже с фарм зато это у нас форту на 2 и привязал неплохо сачка откидывается бывает у нас рейн карнат пошла же сло пошло там слов неплохо оторвали от своих тиммейтов до спроси в пик у меня достаточно лица на верну каски полетели неплохо бар помчался у нас по вещдок поэтому краски дэзвард это уже минус 4 и люкач предельцы команды будет похоже афон тиммайт и лусу мэр под фаспромайсом все еще живет отправляют таверну у нас венгам еще и люканы это фуллмен файт тимм вайп это вся команда анима стронг сидит в таверне и это очень жесткий файт от джизе потеряли только реинкарацию на в рескинге и вот это вот заливаю стронги 2600 эксприн 3600 дверь 2 600 голды 3600 эксприн для жизы потеряли еще 100 голды у нас стронги мы еще и рожан начинает падать принципе за дефать его будет сложнова тенька вообще люкан мини люкан пришел прочекать это что это все видно ну подойти быстро падать не быстро может брать что-нибудь исполнить варм в толпу неплохо но нужно нужно еще дарксир можно человечки прожимается ультимейт санс по всем но все-таки егиз забирать для себя здесь податься в принципе можно не пота пробивать и застанечка подлинно длина быстренько разорвали а я и был бы юл было бы все намного лучше но увы юла не имелось и прожимается магнитаза так полетел у нас по вич доктору крайне тяжело будет здесь это все пережить я прожимается глимер на спиртбекера он учался сбивает у нас стрих с рейтинга люкана краска фону фраку неплохо блочит нас по лусу мэру терабату пошел пойму фортунэнс вакуум по двоим неплохо нажимается шеф шифт ну и не уйти не уйти сбивает а егиз убивать еще и руинером ну и в итоге тем вайп почти весь это купили по таймингу кастуется блудерсмэш пословили мусом мэр вешается у него мир но есть там центром так что лусу марта верну ну и это тоже минус 5 правда не полная минус 5 потому что там был убит а егиз в любом случае пятером погибли следом а егиза и при этом убили и при этом убили дэс профит в общем это 1900 голды и 4000 xp для строна в принципе реабилитировались они после этого тим вайпа частично конечно не полностью но почти почти и что в итоге по графикам там графики участие да поползли вниз как мы видим но все было отыграно но почти было отыграно выиграли анима теперь у нас здесь внутри преимущества за ними и по xp примерно 0 сейчас секундочку микроном спамчик залетел да и пока еще доту а вайвером мало предложить вам условия для стримерства и давать линк удалить не понятное дело вещество все чистит но мне в принципе эти матчи особо важны для количества вайверов конечно если было бы побольше зрителей было бы лучше в разве лучше но это больше для вот делается так что не беда если людей мало смотрят пока что пример эти матчи делаются чисто до количества моего плейлиста на youtube канале в star ladder конечно если бы было там 50 зрителей на 30-50 зрителей я был бы этому только рад но увы это набрать зрители на турниры сама тарки сложновато на именно зрители которые будут меня нет зрители которые просто друзья тех кто играет жаль жалек что их не набрал при своей возможности того что я немножко забил стримить матч star ladder на канал я именно стримил когда меня просили сейчас решил снова постримить возможно все-таки наберу мужчина нужно как бы стабильно стримить чтобы каждый день были матчи возможно наберу людей но если я играл какие-то игры понятное дело вы было проще набирать вот именно когда костишь еще и мат руку это сложнее делать сва пошел пожина неплохо поднимать себе научить но баррес вам примечался бар включался в юток что немножко не по таймгу получилось но не страшно ничего не потеряли ничего не потратили мы спокойно разошлись 16 в итоге у нас на 19 минуте давайте я по чекаем что у нас происходит по различным показателям видим я да отличная у оракла фону на себя уже 10 ассистов и спинга тоже неплохо 4 4 10 бара тоже неплохо 329 с профит держится в топчике дарси подонюшка и донял но и шкипер тоже 5 тем многовато но мы знаем что будет если появится у него гоним там камбэк нет он на и здесь ах инвизабилити на форме от вас лучше по крипса там уже особо неважно по level am все очень равно очень ровно даже как-то слишком ровно по эксперт по опыту там в принципе тоже все более менее равно на суппорт позициях на кор позициях на кире позициях очень много голды имеется при судар сиром 2 300 даже за 400 фармит он себе скорее всего блин дагер и в рискинг уже тут блинком фармит себе пока не ясно что третий крачи появляются у нас у люка на и вейлов дискорд появляется у зевса возможно сейчас будет совершенно смог вылазком от команды жизнь да именно так давайте посмотрю еще гпм почему бы и нет гпм в принципе не рекордный в рыб ашабаджина задолжил неплохо его щекучка все-таки реакция симками мэр имеется откидус по нему форту мэн зомбара тоже топчет прям толку пытаясь подрался кида косы там карты капсалит а это я каждый класс она замаживает у нас вич доктор собака резки его дэзварцами на зарчах как же больно литя позитору закатили его за вот этот каски за этот дэзварт но в итоге сбили река на поле таверна венгут есть и теперь минус атака у нас на стронгах подцелили неплохо нас спирит брейкера новые ворды после фэйс промазь подняли на улы руинера и руинер пытается уйти у нас в глимерке пытается выжить но увы духи это всю движуху палятами принципе имеется не кратить так что не скрыться доминайте от софт смарта в итоге это 3 в 1 ну и можно подпушить т2 вышку помиду чтобы файд рекапом 1200 голды 3000 xp для стронгов ну и давайте я все таки открою открою показатель по шмоточкам потому что он связи сейчас будет это файд происходить посмотрим что он будет появляться оракул глимер кейп в рискинг хотя оракулами себе меку рискинг наверно кирасу купит точно не скажу барабан кстати имеются венги как-то их даже просмотрел баром выходит у нас покупку владмиром ну а зевс линзой аганима в доме не делась и всем посмотрим будет ли он себе покупать шкипер шкипер у нас выходит в аганим есть уже поинт бустер мы все голды сверху так что аганим особо себя ждать не заставит дес-профит и ульчик дальше будет акторин с большей вероятностью все-таки акторе надо спросить очень жестко люкан конечно же бкб я не будет слышно люка не это было бы слишком наркоманские ну конечно аганим или драга лэндс на люка не это тоже то еще по плавам darksir pipe ну кстати pipe pipe это отличный выбор все-таки там имеется зевс и больше как бы магического дэмэжа не так уж и много есть еще оракул дэм же немного и краски pipe хорош в тех случаях когда дэмэжа у врага как бы больно но не слишком многом есть там было как бы у все кастер покупать поиску мало потому что он стоит быстро и там еще летает кучу дэмэжа а вот если выключить зевса вместе с ораклом это хорошо да и остался у нас радужный пряник который выфармливает себе аганим у него 11 левел него иметь свой 100 голды имеется ультимейт орб вместе с игр клубом так что аганим появится через каких-то еще 100 голды ну и если не погибнет и кто-то fight выиграет и там выжить конечно вещь доктор то в следующем файте будет аганим а вот это вот большая проблема потому что сбега аганим конечно есть чем к видим это контролят но не сразу если вы аганим в виду поставил у нас не аганим а дезвард с аганима поставил миду у нас такой же времени то там было бы все очень плачевно для жизни ну и нужно будет либо контролить это мгновенно прерывать каст дезвардам или же или же получать лещей что смог вылазка правда не все командой бара у нас не с этим этими хотят сделать репорт на вышку так что при помощи сержа он быстро примчится переднюю линию нас отправился венга блинка я я не достали нужно давать просветку ну что же так долго все делать старше подкидываться но далековато уже умчался у нас дарксир стал как же классно закинул там у нас спит рвать столпу магнитаз теперь классная комбинация от него вакуум стенка и это просто уничтожение команды сейчас будет жизнь а пошел ким это девца но увы-увы это этого толку мало это дозвать но уже тоже без толку потому что всех уже отдавал с ммр таверну и это тим вайт в исполнении команды анима строн отличное исполнение комбинации вот теперь распилит сделал все очень классно стан по четверым был просто божественный божественен больше никак это не назвать 200 голды 5 900 xp ну и пошел сразу же пуш нижней линии вышка быстренько падает фокус бараке можно бить конечно же милишными лично будет падать очень быстро байбэк имеется венги у вред скингом но попроса даем толку мало ну это минус сторона гвардинг рейс м прям на урожской базе купил себя дарксир подрегион всю команду это минус одна сторона и возможно даже минус 2 пристам нету глифа и можно еще раз по файтится конечно тимой ты в кулдауне это неприятно аганима забирает себе ирспит кого он там вы буснул вы буснул там оракла оракла можно давать на ушел на глимер вижна там не имеется ну не страшно вакуум тоже в никуда упал у нас рейджовый барак как-то катит у нас драку пока что ловят у нас дарксира пробить его будет сложновато все-таки он довольно-таки толстый потому что есть у него пайп есть у него гвардиан гризы пробить не будет сложновато врубается еще и пассивочка 20 при 20 процентах хп чарльз летает нас под джина джина под вкв пробить его будет тоже очень сложно кажется жаль нет ультимейта так бы можно было сейчас развалить здесь стронгом неплохих войска отлетает пытается пробить у нас вич доктора вич доктор кстати уже докупил себя аганим так что можно и погибнуть но он это конечно делать не хочет соус марта это верно но не страшно лучше отсюда уходить или парт телепорт касту они то шкибер у нас укатился на линкболтере касту и телепорт каски откинулись чтобы посадить команду неплохо каски летать между двоими джином можно принципе уходить нужно на и мс просто гоняться им часом вакуум неплохой залетают им это зевса но дэмажа там мало не стоит здесь вам драться дарксир уйти уже не сможет но и джина тоже отправится верно в итоге это минус 4 но перефидели перефидели хотят забрать две страны так что не страшно но в любом случае могли бы уходить там были хорошие каски мог могла бы дэс профит на иуле разогнаться умчаться продав дарсира или так типа если на ее сюрши умчались а ну в общем втроем погибнуть максимум втроем а в итоге минус 4 ну это 6300 голды 7900 экспы и это с чем того что не делали байбеки у нас никто из жизы это неплохо но все-таки две страны успели спушить нам люкан справился справился с лайном и это крайне печально ну и как мы видим еще ни одной вышки не забрали у нас жили за краски вот ошибка их демпики в том что пушит то нечем совсем нечем пушить и от спама нету а там вот они играют краски против пуша он не против жесткого пуша но все-таки против пуша имеется дэс профит дарксир и люкан уж конечно не самый такой такой пуш аж пуш но все равно жесткий а спама нету и эта проблема и самим пуши нечем это тоже проблемам шкипер снова вышел у нас на охоту находит у нас венгу отбуснул подальше правда убить сложновато потому что рядом никого нету но и венга в глимере подальше уходит свап пошел у нас по вич-долго красиво за фокусе будет конечно неприятно в принципе уверхи разорвали на кипы там еще станчик верни кредит вылетел откинулся станчиком вакуум неплохой но вы комбинации не было совершено раскруется у тебя саджина джина там довольно-таки бойно летает по двумя подмассе на иул в принципе все правильно сделал будьте а сам подрегениваться так что его там не пробить отправить таверну в итоге он спирит брейкера станчик неплохой летает по венге венга в таверном давался на средне пытается жить там кажется поймали у нас со смартин поймал не за кто там поймал пытается подраться в общем у нас люкан против двоих получает он довольно таки много здесь урона вешают на него глимер кипы почти разорвала у нас зевса хотят как разорвала там даже дел мало слишком много хила у него закинуто так что дэм же не хватит этот профит отправляет фраг у нас на ораклия ну и здесь последний даже не последний предпоследний своей команды в россии все еще живой но нету не ультимата что не стоит ему идти на этот пациент ну и поймали венчатры stone отправили в таверну без реинкарнации у нас в рейт скинг сейчас поймаю то будет крайне печально потому что уже оформлено минус 4 без реинкарнации обринковался все-таки выжил но все равно минус 4 байбеков не имеется и можно спушить трон краски в трон отправляются у нас стронгим ну и возможно игра сейчас закончится 29 минута 29 фрагов за стронгами проблема в том что нет у них врачей нету экзорцизма печально конечно но дэмэджа в принципе порядочно так что можно подпушить зевс еще будет есть таверния 20 секунд свап в принципе есть можно кого-то просто свапать на хайграунд ай-яй-яй свап пошел по рейт скингу но толком уже маловато это после инкарнации поднимает пока нажим поднимает пока что на юл в рейт скинга трон пока никто не дамаж ставится дозварка суть неплохо разрывает в итоге у нас спирит брейкера похоже убивает еще и в рейт скингах поцелили неплохо заскинули его пока венчат реминанта пикнули подачу от файта но зачем непонятно на подмели дикшина обвинковывается пытается пожить но вы разорвало бедняжка в рейт скинга то есть он таверну зевс здесь есть ультимейт но тоже без слух бывает его на юл да не даже сам себя он поднял на юл но тоже толку мало разорвало беднягу поймали еще и вингу good game well play пропису спирит брейкер и вторая победа для анима стронг с большой вероятностью они проходят в плей-офф все-таки фавориты как и ожидалось хоть играли не без ошибок даже был от них fight 5 в ноль не в их пользу но все же все же опытней возможно ну в принципе невозможно точно не опытней исполнили получше вторая для них победа в принципе третья карта будет скоро но есть вероятность того что сибир сейчас проиграют против сефа и у них будет 02 и не захотят играть третью карту так что точно не знаю в общем информация появится чуть позже пока что подписывайтесь на мои социальные сети ссылочки в описании с вами тексас не отключайтесь но возможно пока но не точно